ребят всем привет она опять не сидится и мы поехали на отдых мы едем на байкал девчонки спят кстати мы поехали на малое море это за сармой просто много многие спрашивают куда мы ездим отдыхать и уже из года в год до продолжается вот именно поездка впереди едет вячеслав николаевич может татьяна анатольевна и екатерина с собой везем вот такую большую телегу в ней загружено все необходимое машины можно сказать налегке у нас буквально там подушки матраса там не знаю едем прямо вообще налегке телега нагружена надеемся у нас будет хорошая рыбалка надеемся на это поесть рыбки отдохнуть ну естественно костерок ночевка в палатке машина романтик татьяна анатольевна почему я за рулем да я в отпуске я просто напросто в отпуске отдыхаете и отдыхаю язык на бы как вероника мы доехали до баинда здесь поворот на еланцы до еланцов показывает 77 километров сейчас папа заправиться и поедешь начинается такая природа свойственно этим местам обалденные виды эти горы эти камни торчащие из сопки наверное я вот и за только из-за этого люблю эти места для ланцах в общем последний магазин мы решили остановиться купить что нам нужно карты карты игральные будем играть в карты возможно даже на деньги приехали на пикник на место отдыха здесь мы постоянно каждый год каждый год мы здесь постоянно останавливаемся здесь река удобный подъезд он кати уже с папой уже раскладывают все для пикника выспались как вам дорога нам показалось как-то в этот раз быстро мы приехали 200 грамм осталось но это когда вы подъезжали кило сам рисковую не мужчина говорит заправилась заправил сколько 49 с половиной литров оба говорит 50 там горит это ну водку заливали бы муж чтобы взяли немного или коньяк чуть не оставили бог или же не положили его под лестнице стоял там он стоял я помню в это место все время вспоминали мы вот этот на байкал там поедем вот это пикник нам больше всего понравился помнишь это место сюда здесь каждый год останавливаюсь не не там здесь где-то ну может быть вот там ну где-то здесь где-то здесь окей пойдет да где-то он там возле кустов останавливаюсь она просто видит что это что-то не то у нас есть котлетки по-киевски это вы сегодня сырники удара сырники очень вкусно это кстати подписчика у нас до сих пор это это кабачки жареные на гриле все самое необходимое есть на улице кстати прохладненько я бы сказал бы такой бодрячок я хочу сказать желание одевать купальник нету поехали на отдых на море вот такое оно хреновое лето может быть от мороженого холода нет уже от ветерочка мороженое вкусное в россии какую как пикник понравился очень это перекусили поедем дальше к нашему месту стоянки будем искать наш лагерь и 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 мы нашли место без особого энтузиазма байкал маленько далековато но это ничего мы приехали уже выбрали место и сейчас вы будете смотреть как наш папа будет делать палатку первым делом сразу же ставим кухню это главное здание сейчас поставим кухню и займемся палатками ребята я сейчас буду рисовать я уже достала себе блокнотик то есть не блокнотик а альбом такой нет красивый альбом тут 140 дисков даже есть березы какие-то домики я сейчас буду рисовать у меня есть краски и еще есть такие краски шопкинс краски для девочек 12 цветов и я еще взяла с собой сейчас мне вот такая вот маленькая сумочка а в ней лежи лежат ручки один никит один мой еще я включил музыку погромче чтоб я слышал ее я беру черный цвет сейчас буду писать свое имя потому что у нас блокнотик то есть альбомочки похожие и я напишу свое имя сейчас буду думать что я буду рисовать когда я уже нарисую все я вам покажу окей простите ребята начата уже перехотела рисовать и я сейчас начну вот смотрите не красивый красный к нашей машине еще есть фиолетовая помада там черника и малина сейчас на крашу губки ну окей ребята я лучше порисую мама и папа у нас делают палатку дедушка 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 что ты делаешь время пол десятого люди все подъезжают и подъезжают прям целая компания как это и в общем мы уже поставили палатки и обустраиваем свои гнездышки это будет детская есть такие два маленьких матраса мы их вместе вместе соединим и здесь вот такой вот матрас да вот это вот я кстати хотел отметить надувается ногой шикарный матрас вот так мы уютненько разместились сделали лапшичку себе с тушенкой налили себе по 100 грамм все начинаем отдыхать от дороги кто устал в этот раз я хочу сказать что как-то быстро доехали до незаметно как-то папа только это мою его она выпила что-то утро доброе у нас девчонки у меня ведут на байкал купаться хотят нужно набрать воду помыть посуду прополоскать почистить зубы а вы будете что делать там ночью не холодно было как-то холодновато было спать все что из-под одеяла торчало все замерзала байкал холодная же наши мужчины поехали за дровами везут дрова вечером будет костер шашлыки ура целую телегу сухих веток напилили молодцы какие деловые такие шел второй день девчонки выживают как могут что вы сделали рассказывать тарзанку из буксировочный трос они выговорить не могут буксировочный трос говорят буксировочный трос в общем не стали там заморачиваться, привязывать сделали качели мы еще не купались с вами нужно будет искупаться Да что же так холодно-то? Ну что это вам не Таиланд, да? Это не Таиланд. А в Таиланде теплее, Поля? Да. Почему ты сморщилась? Давайте ныряем. Раз, два, три. Вот это варши. Варши, холодно. Кать, пойдем нырнем. Ой, девки замерзли. На, Николь, твой капот. Лежат, зубами стучат. Вот от воды отходишься, там сразу хорошо. Тепло прям становится. Я смотрю, ты уже ходила к вечеру, да? Да. Ничего не какие модные. Модневые. Второй день уже подходит к концу. Уже вечер. И, ребят, сейчас только, в общем, решили накачать лодку к вечеру. Волна сильная поднялась. Нужно уйти в море, брать воды. Может быть, на кузнечика половите рыбу. Но это, наверное, будет завтра. Вот такая вот лодочка у нас. Пол составной. Деревянный. Весла. Мотора нету, к сожалению. В общем, вот такая вот лодочка. Не знаю, что ее обзорить еще дальше. Вот здесь можно мотор поставить. Но мотором еще пока не обзавелись. А у нас сегодня улов. Сколько вы поймали? 15 хвостов. 15 хвостов. Окуня. Поймали сегодня. Мужички с утра сходили на рыбалку. И вот такая красота. Вот здесь копченая рыба. И жареная. Что у нас нового? В наш лагерь присоединились Вика и Женя. Которую вы уже видели на Инхалуке. Женя, мы сейчас собираемся на рыбалочку. И Женя тут, в общем, снаряжается. Это вот только такую штуку. Мама же подарила, да? Да. Сейчас, смотри, вот здесь видел. Сейчас будете это сравняться с чемоданчиками. Он леску ищет. А, здесь здесь поскромнее. У тебя, конечно, по-это, прекраснейше. Ну, у меня вот есть немножко поспорила. Тоже ничего такого нехорошо. Тоже, да? В общем, сейчас с Женя пойдем на рыбалку. Нравится в наших местах? Отлично вообще. Не, ну мы тут сидели, размышляли, где лучше Инхалук или здесь. Скажи, вот прям сразу, прям вот, нет, даже не особо задумываясь, где лучше? Везде хорошо. Там, где нас нет, да? Где мы есть, чему? На Байкале везде хорошо, где мальнообразная жизнь. Каждое место своеобразное. Здесь мне нравятся пейзажи красивые и народу достаточно немного. Можно проехать, потому что народу вообще никого нет. Да, можно, кстати, туда дальше. Там прижим идет и не каждая машина туда пройдет. И там народу, наверное, поменьше будет, чем здесь. Тебя-то Женя разбаловал, Вику. Она выпивку с тобой хочет взять в лодку. Я что-то так ни разу не рыбачил. А потом уже после какой-то определенной дозы уже, видимо, она становится покер на рыбалку, да? Это что, Женя, будет? Будет наш якорь. Якорь. Погнали. А ты такие очки, шапку делал для чего? Чтоб лучше ловилось? Ну, покажись. Ой, какой угрозный у вас вообще. Все, отчаливаем. Удачной нам рыбалки. Вике, что показываешь? У нас проверенную. Блесну красивую. На которую у тебя будет, да, клюв хороший? Результативно. Угу. Легким движением руки одевается. Просто зажимаем, все откидываем. Вот, расслабляем. И пошла. Ой, ой, ой. Так. Блесну. И все. И дальше легким движением руки имитируем движение. Нет, просто тянуйся. Просто тянуть ее, да? По снастям надо сейчас. Она сейчас должна вам потонуть. Почувствуется, когда она тонет. Ага. И потом ты будешь маленько... Потом равномерно тянуть. Все, вот таким движением, да? Поменяли мы место, наверное, в третий раз. Женя говорит, рыба здесь есть. Будем сейчас здесь закидывать. Вот. Я, в общем, червя снял. Где он? Вот. Червя снял. Одел кузнечика. Даже не грызут его. Скокота. Так, ну что? Рыбы здесь нет, говорят. Кузнец, вон он, целый. Не жрут. Днем рыба ушла вся на обед. Утром была. Делаем вывод. Нужно вставать, Женя. На сколько? Пять утра. И идти на рыбалку. Все, мы решили удочки свернуть. И на берег обед. Я не знаю, как мы будем сейчас в глаза смотреть. К нашему лагерям. Они нас вообще пустят, не пустят на обед. Рыба где? Рыба в магазине вся. Нормально. Всякая копченая, всякая соленая. Наш улов мы решили покоптить. Сюда положили щепу. Буквально вон там кустарник какой-то, не знаю, с рухих веток наложили. Мелко нарубали. Ты уже масло налил? Масло налил. Вот сейчас рыбку буду снять. Так, в общем, такая вот коптилка, кстати, интересная. Наскрывай. Сколько засекаем? Сколько? Минут 10-15. Время к обеду, такая тишина, все заняты. Мама рисует картину по номерам. Мама, покажи, что получится. Такая картина получится. Папа разгадывает сканворды. Быстрее, быстрее. Все готово. Надо самое главное не передержать, чтобы будет сильно горчить. Проверяем вторую закладку. Огонь. Девчонки, давайте рассказывайте, как рыбка, вкусная, нет? Вкусная, очень вкусная. Вот так вот, раз. Сейчас попробуем. Знаешь, нет, мне показалось, как будто бы горчит. Нет, не горчит. Очень вкусно. Окунёк поудался, я считаю. Смотрите, какая рыбка. Сами поймали, смаку. Кушаем, сами вообще вкусно. А у нас, ребята, в лагере сон, час. Все по своим местам. Я тоже, пожалуй, пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас в лагерь пришли гости. Вот такие волосатые коровы. Они там убежатся вместе. Они отпописали воду, теперь мы не покупаемся. Да ты что, ничего себе. Кай, давай рассказывай, что происходит. Да, в общем, в карты я вчера проиграла. Покер. Что делать? Что делать? Задание. Было три задания на выбор. Первое задание было потанцевать с соседями. Пойти в соседний лагерь и там устроить дискотеку им. Второе задание было поймать кузнечика ртом. Вот это было самое смешное. Жестоко. И третье задание это поймать жука вот такого черного усатого. И водиться с ним целый день в качестве питомца его. Выгуливать там, да, там убирать за ним какашки, вот там подметать. Усики, усики. Попить ему там давай. Самое главное этого питомца еще не задавить, да? Ну да, да. Он против, я смотрю. Как бы я тоже против, малыш. Мы отпустим его. Я тоже против. И откуси теперь тот конец. Нет, подожди. Все, пошли гулять. Это Женя, ознакомься. Это Женя. Знакомься, это Дика. Я издалека тебя вижу. Он хочет лететь. О, ты какой он, ничего себе, ты его это как. Ты его видишь? Ля, 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 ля. Ля, 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 ля. Ля, 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 ля. Ля, 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 ля. Слушайте, мы дизлайков не получим кучу, а скажем... Получите. Мне кажется, мы получим точно. Все получим. Ну ладно, давайте мы его не будем долго мучить, мы его сейчас отпустим. В общем, вот это жук называется древоточец. Под кору откладывают личинки, которые портят дерево, древесину и вообще, в общем, лес портят. Женя, ты бы, что бы выбрал бы, если проиграл бы? Я бы пошел к соседям танцевать. Прямо вот так, прям взял и пошел бы? Ну да. Я не могу это представить. Да, я тоже пошла. Приходит такой, здравствуйте. И такой... Танцует локтями вверх там. Я бы тоже, кстати, пошла лучше танцевать, чем... Да блин, капец, вон жуком лучше погулять. Нет. Вы что, кузнечик ртом поймать? Нет, я пришла, ребят, можно я с вами потанцую и все. Такое. Пока Катя там тренирует своего питомца летать. Татьяна Анатольевна тут, в общем, занимается чисткой, кружек, продолжение, да, я так понимаю? Намазать. А, и потом стереть, да? И стереть это газеткой. Хороший, хороший. Визжат так. Да. Ну давайте, покажите. Вот так вот сейчас намажем. Он же должен маленько поработать же. Да. Вот она немножко постояла. Теперь вот так вот я просто показываю. Особо сильные места загрязнения можно еще нанести, да, мазать. Он очень мирный, дружелюбный. Да, дружелюбный, любит всех моих друзей. Он не написывает? Я уберу, не переживай. Это же мой питомец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Женщины у нас сходили за грибами. Нас тут насобирали. Показывайте, что у вас есть. У нас маслята, шампиньоны и пара сыроежек. Девичок есть. Рассказывайте, что делаете. Сжарим, сосиска. Смотри, уже какая. Непростое, да, дело? Непростое. У меня рука поджарится, а не сосиска. Обожаю жареные сосиски. Сейчас вам поджарю, окей. Доверьтесь профессионалу. Обожаю жареные сосиски. Которые можно сами на костре пожарить. Ммм, такие вкусные. Браться? Еще когда я вот так вот понюхала, они так вкусные. Они пахли рыбой. Да, какой-то рыбой. Сосиски рыбы пахнут? Да. Ого, господи, как так возможно вообще. Вон у Польки, смотрите, поджарилась. Какая вкуснятина. Вот, покажу вот так вот. Во, поджарили чуть-чуть. Давай. Откусывай, и потом будем еще поджаривать. Все очень красиво. Пришел мой дружок ко мне. А ну, козалец. Ты мой хороший. А где поводок? Поводок мы с него сняли. Он ручной стал совсем. Да, он стал ручной. Видишь, он мне кивает. Может, он сырик будет, когда? Малыш. Сыр будешь? Мне кажется, сыра он не будет, мне кажется. Попробуй сыр. Вкусно. Не хочешь? Мне кажется, он на тебя обиделся. Ты что-то на меня обиделся. Ты такой хороший мальчик. Да. Видишь, он какой. Хороший, ласковый такой. Смотри, пошел. Ну, иди, погуляй. Может, заберем его с собой? Да, конечно. Мне кажется, вы уже настолько подружились. Ты как-то безровозим через границу нельзя насекомого. Ты ко мне хочешь, на ручки? На ручки. Ну, давай, иди ко мне. Иди. Иди мой маленький. Давай. Давай. Что-то хороший такой. Хороший такой. Жесть какая. Почему? Почему жесть? Нормально все. Смотри, какой хороший. Симпатичный. Приручила. Пришло время нам расставаться. Лети! Крям голова, мне кажется. Швабками разбился, нет? Что, следующий год будем, надо ходить? Да. С мотором. С мотором. С лодкой кататься будем, да? Квадроциклом, не знаю. Так, опять на халяву. Квадроциклом? На халяву рассчитываешь, да? Мотор, вон, квадроцикл. Нет, квадроцикл это так. Не получится. Я палатку куплю, так и будет. А, ну тогда ладно, для себя. Да. Спасибо, что приехали. Ребятишки, идите. Женю облежите. 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 Маляночки. Вот так. Пока-пока. С этого момента можно плакать начинать. Платочком так махать, да? Женя, вернись. Мы все простим. Лодку таскать не заставим больше. Вернись. Нет. Ну ладно. Ну да ладно. Защищаю маму. Защищаю маму. Давай, давай. Мама, Тёма. Ника, лови. Я против папы не смогу. Опа. Опа. Мама, на шишки. Давай, Тимуэль. Ты хочешь оружие выключить. Вставай. Мам, меня не кидай. Ой. Бумс. Бумс. Мам. Меня не кидай. Ты точно против меня будешь, да? Меня не кидай. Все, все. Разбил губу, да? Нет. Нет. Разбил губу, да? Девочки, в одной команде. Девочки, в одной команде. Другой. Держись. Что это вы делаете? Раз, пять камушков. Безрелую. Очень приятно. Давайте, давайте. Ай, Полина три раза, молодец, хлопнула. Время 10 часов. У нас поздний ужин. Сегодня женщины сходили по грибы. Ты ходила же, да? Да. Вот, набрали грибы, пока мы там рыбачили. И у нас сегодня на вечер картошка жареная и грибы. Вкуснотища. Вкуснотища. Пару дней еще остается отдыха. Завтра пока завтра будем собираться уже. Грибы подосиновики. Шампиньоны. Маслята. Маслята. Да. С сыроежкой. С сыроежкой, да, немножко. Чесночка клава добавим. Маленько это все потушится. И потом, как картошка пожарится, мы добавим бровисимо. Что, посолим? Телефонное междометие. Что говоришь, когда по телефону берешь? Что говоришь? Первое слово какое? Ну, например... Ну, тебе позвонили. Ты трубку поднимаешь. Что ты говоришь? Привет. Алло. 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 Ты говоришь не алло, а алло. Место встречи реки с морем. Река течет, 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 течет и впадает в море. Вот это место, где река впала в море, называется как? Знаешь? Устье. Поездка на первый этаж на лифте. Что ты делаешь на первый этаж? Еду. Ну, и как эта поездка называется? Ты с третьего этажа? Что делаешь? Поднимаешься. С третьего на первый этаж поднимаешься. Да? А я думал, спускаешься. Я буду пробовать картошечку. Мне желудок. Не воню. С грибочками. Ммм. Супер. Супер. Картошка готова? Грибочки готовы. Ммм. Как вкусно. Чесночком отдают, а хорошо. Ммм. Как я хотел, он давно мечтал об этом. Выбирай картошку тогда без грибов. Или ешь гречку. Поль, грибы не очень нравятся тебе, да? Скользкие. То, что они скользкие, что ли? Нет, там что-то не сложно. Ешь гречку со мной. Идем. Куда? Плавать. Плавать? На лодке плавать. На лодку покататься? Да. Обещал. Придется идти. Они сли. Пока. Пока. Добрый путь. А можно вот так вот, далеко? Далеко мы без жилета, далеко не поплывем. Долберега поплаваем. По многочисленным просьбам сделать обзор лагеря. Много делали фотографии в инстаграм, сториз. И там, в общем, ребят писали, что сделайте обзор лагеря вашего палатки. И я думаю, что это подходящий день. Светло еще пока. И это последний день. Завтра мы собираться будем, отъезжать будем. И я думаю, что приступим. Здесь мы заготовили дрова. Здесь у нас кострища. С собой мы взяли вот такую вот решеточку с дачи. На ней мы жарили с помощью щипцов мяса. Баранину с собой, свинину брали. Сухостой напилили буквально вот у подножия вот этой сопочки. Детям здесь сделали качели две. Здесь у нас жужжит генератор. Вот такой маленький генератор. Так вот жужжит. У нас напрочь сели все телефоны. Пауэрбанки. Здесь у нас бензин. Бензин, чтобы заправить генератор. Здесь коптильная. Я уже вам ее покажу. Это я сегодня ее отмыл. Что еще? Газ мы берем с собой. То есть мы не любим вот эти экстремальные готовки на кострах. Вот смотрите, такая печка. Как-то она инфракрасная печка называется, что ли. Очень удобно. В общем, открываешь пропан, зажигаешь. И здесь имеется такой накаливающий элемент. Он накаливается. И подачей газа поддерживается этот накал. В общем, удобно и экономично в принципе. Вот в общем, здесь у нас такая кухня. Здесь лампочка вечером загорается. Здесь такой стол. Стол, кстати, мы с тобой собрали. Вон разборный стол. Здесь вот такая вот палатка. Здесь у нас место такое пребывание, прием пищи. Здесь холодильник. Такой вот холодильник. Иногда мы его включаем. Здесь, ну, чуть-чуть он, в общем, понижает. На 10 градусов туда воду набираем. Бак такой вот. Забайкала она отстаивается. И мы ее кипятим. Плавно перемещаемся с кухни к спальне. Здесь, в общем, спят Татьяна Анатольевна и Вячеслав Николаевич. Они вот прям спят в машине. Накачали матрас себе и спят здесь. Удобно. Машина вот эта пустая стоит. Хотя у нее тоже выкладывается в пол сидения. И тоже можно, в принципе, использовать как палатку. Там у нас детская. Дети просто ее поставили. Там ничего нету. Там никто не спит. Она просто как днем для их пребывания, так сказать. Здесь пастерушки у нас происходят. Здесь у нас щетки. Здесь чистим зубы. И вот такой рукомойничек папа оборудовал. Не знаю, что это было раньше. В общем, он его оборудовал под рукомойник. Открываем. Вода бежит. Удобно. Дерево привязали. Всегда с собой берем из нержавейки, я так понимаю. Палатка крутая. И мы, на самом деле, после этого задумались в Китае приобрести палатку. И следующим летом привезти ее в Россию и уже пользоваться здесь. Здесь вот такой вот, в общем, предбанничек. По идее, вот эта штука, ну, можно постелить полностью. Но так как мы ходим насквозь, мы ее сделали вот так. И чтобы можно было разуваться здесь. Смотрите, я вот стою в полный рост. Прикольно. Вот эти мне очень нравится палатка, что она вот именно как комфортабельная. Здесь она сразу же встречает такой светильничек. Поворачиваем. Это у нас ночник. Красным светом горит. Это у нас среднее освещение. И самое мощное. То есть он на аккумуляторах. Заряжается через USB. Крутой фонарь. Купили в Декатлоне. При выключении показывает индикатор, сколько осталось. То есть, в принципе, неплохо. Я считаю, три еще деления. То есть мы, получается, приехали. Мы уже неделю пользуемся. И он до сих пор еще заряженный. Так. В общем, натягивается такой тент. Такой вот. И здесь внутри пристегиваются вот такие вот еще, как палатки такие, да, наверное, назовем. То есть со всех сторон пристегиваются. И вон там еще имеется окно. Окно закрывается. Спим. Я с Полиной сплю. Контролирую ночь, чтобы ей не холодно было. С дьяволом где-то укрыто до ребенка. А Катя спит с Вероникой. Очень прикольно. Есть москитная сетка. И можно еще закрыться. Закрыться. Вот такой вот штукой. То есть застегиваем полностью по периметру. И будет вот так вот. То есть закрыться на ночь, чтобы не холодно было. Заходим сюда. Вот такое вот уютное местечко на двоих вполне. Вниз мы постелили. Надунный матрас. Надунный матрас, кстати, тоже купили в Декатлоне. Накачивается вот он через такую помпу, которая установлена на углу матраса. Матрас очень тонкий. И тут самое главное его не перекачать. Если его сильно перекачаешь, то будешь спать как на кирпичах. И здесь такой же выход. То есть можно выйти насквозь. Вот такой вот у нас лагерь получился. Подписчикам расскажите, вам отдыхать нравится на Байкале? Да. Вот прям не скучно? Нет. Вот наши щенки. Щенки ваши? Это девочка. А это мальчик, да? Понятно. А чем Байкал нравится? Что именно здесь нравится? Купаться и пить воду из Байкалка. А купаться холодно же, вы что-то давно уже не купались. Но нам нравится на песочке сидеть и играть. Ой, здорово. 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 Татьяна Анатольевна. Да. Расскажите нашим подписчикам, пожалуйста, чем вам нравится такой вид отдыха? Чем нравится? Да, ну можно пару слов или даже три даже. Вообще я здесь отдыхаю от людей. Отдыхаю. Единение с природой, пусть это высокопарно звучит, но это так и есть. И самое главное, что я очень близко со своей семьей. Для меня это самое важное. Да, кстати, я вот этот момент и упустил. Я как-то все про виды, про виды. А вот то, что мы с семьей отдыхаем, уединение какое-то, это бесценно. Все, я пошел к кому-нибудь другому пристану. Спасибо. Жук, этот, дружок наш. Погрыз? Сидел на нашей футболке. Ты видишь, он что сделал? Погрыз? Да. Погрыз футболку. Молодец. Это, Екатерина Матвеевна, скажи, пожалуйста, подписчикам, чем тебе нравится такой вид отдыха? Чем мне нравится? Да. То, что мы вместе, то, что наша семья вместе с родителями мы отдыхаем. Мне очень жаль, что твоя мама не смогла поехать. Ты знаешь, я уже говорила тебе об этом. Потому что, когда они вместе, мне нравится это, что-то их объединяет. Ну, когда все вместе. Они занимаются вместе. Ну, вот. Все, да? Ну, а вообще, здесь прекрасное место, хороший воздух, чистая вода, ну, тишина, что еще? Ну, и все. Да и все, в принципе. Самое главное, то, что да, то, что это отдых с семьей, это ценность такая незаменимая. Все, спасибо. Пока. Пока. Ребята, как вы поняли, у нас уже сборы полным ходом идут. Практически весь лагерь собрали. Пошел посмотреть, чем дети заняты. Они пошли на берег Байкала поиграться. Я прихожу и вижу такую картину. Я в шоке. Я не ожидал. Я думал, они там играются. Иду, смотрю, гляду, их нету. А они лежат ровненько. Думал, может, плохо стало или еще что-то. А мы на завтрак им дали таблетки от укачивания, которые купили перед отъездом. И они вызывают сонливость. Вот, дети уснули. Я подхожу. Все нормально, бужую. Они говорят, пап, мы спать хотим. Говорят, ты нас разбудил. Ну, что, трогать их. Пускай спят. Сейчас соберемся, да поднимем их. Да потом, наверное, в дороге будут еще спать. Вы мои маленькие кошечки, бедные мои девочки. Уснули прямо на берегу. Полиночка, вставай, котик. Вероничка, пойдемте дыньку покушаем. Бедные мои девочки. Уснули прямо на берегу, на камнях. Пойдемте дыньку кушать, пойдем. Пойдем, мой маленький котик. Ты че, ты че, моя малышка? Ты че моя сладенькая кошенька? Паспала? Паспала? Пойдем. Ну что, лагерь весь собрали. Мы готовы отъезжать. И по старой традиции мы идем к озеру кинуть по монетке. Чтобы... Еще вернуться. Правильно, чтобы вернуться. И еще фото на память. Фото на память. Раз, два, три. Чтобы вернуться. Ну все, на этом отдых на Байкале у нас закончился. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok